Дорогие 11-классники, сегодня мы начинаем с вами разговор о творчестве известного русского поэта, писателя, переводчика, лауреата Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака. Тема нашего урока – жизненный и творческий путь Пастернака, единство человеческой души и стихии мира в лирике замечательного поэта. Многие годы уже нет Бориса Леонидовича Пастернака, но до сих пор с огромным интересом его произведения читаются во всех странах мира. Почему так происходит? Наверное, потому что у каждого из нас есть свой долгий и интересный путь к этому поэту. Хочу привести вам один из современных примеров, когда американский режиссер, культовый режиссер Квентин Тарантино в 2004 году, когда в Москве состоялся международный кинофестиваль, из Шереметьево отправился не в гостиницу. Он поехал в Переделкино и там провел полчаса на территории кладбища. Он сидел, как будто бы дремал на могиле Бориса Леонидовича Пастернака. На недоуменные взгляды журналистов он ответил очень просто. «Я чувствую духовную близость с этим русским поэтом». Ну а нам с вами уж точно нужно знать его творчество, любить и ценить его произведения. И, может быть, не во всем сегодня разобраться, но впереди у нас долгая и счастливая жизнь для этого. Истоки таланта Бориса Леонидовича Пастернака в его воспитании, в его семье. Родители были необыкновенно талантливыми людьми. Его отец – академик Петербургской академии живописи, художник. Мать – знаменитая пианистка. В доме всегда царила творческая атмосфера. И очень часто в гости приходили те люди, о которых мы с вами, конечно же, наслышаны. Это известные русские композиторы Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. Это многие русские художники. Николай Ге, Исаак Левитан, Василий Поленов, даже Лев Николаевич Толстой время от времени бывал в этом доме. Потому что отец Пастернака в свое время иллюстрировал замечательный толстовский роман «Воскресенье». Под влиянием Александра Николаевича Скрябина, русского композитора, юный Пастернак оставляет занятия искусством. До этого отец и мать были уверены, что он станет знаменитым художником. Ничего подобного. Музыка так увлекла молодого Пастернака, что он несколько лет увлеченно ею занимался. Но и это тоже проходит. Он получил блестящее по тем временям образование, учился в Московском университете на двух факультетах, а потом продолжил обучение в Германии, потому что именно там в начале XX века был центр философской мысли. В жизнь Пастернака вторгается его любовь к философии. В связи с тем, что мы с вами сейчас посмотрели и услышали, оказывается, что в лирике Пастернака сочетаются три очень важные позиции, и ни одну из них выбросить нельзя. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий слайд. Увлечения и жизнь и детские годы Пастернака прошли под эгидой живописи, затем живопись уступила место музыке, а потом пришла любовь к философии. Мы сегодня, анализируя и читая стихотворения, лирические произведения Пастернака, можем с вами твердо быть уверены в том, что найдем все эти три позиции, которые позволяют стать лирике Пастернака необыкновенно звучной, мелодичной, красивой и глубоко философской. Вошел в литературу Пастернак в начале века, он дружил с Блоком, он был близок с Маяковским, но ни среди символистов, ни среди футуристов не ужился и стал писать свои произведения, такие вот самобытные, неординарные и очень яркие. В 1922 году вышел сборник «Сестра моя жизнь», в который Пастернак громко на всю страну заявил о том, что он талантливый поэт, но до признания было еще несколько лет. В 20-е годы он реагировал на те исторические события, которые потрясли Россию. Слава и признание пришли в 30-е годы. В 1934 году на съезде провитарских писателей Николай Бухарин официально заявил о том, что Борис Леонидович Пастернак – лучший советский поэт. Слава и признание, к сожалению, были непродолжительными. Несмотря на то, что Пастернак передавал сборники своих рукописей Сталину, дарил ему подарки, привезенные из Грузии, все это закончилось очень быстро. И в 1936 году официально заявили о том, что существуют идейные разногласия у Бориса Леонидовича Пастернака, указали ему на недостатки его поэзии, и Слава таким образом отвернулась от талантливого поэта. Он удалился в Переделкино, подмосковной деревушечке, где и прожил практически остатки своих дней. В Великой Отечественной войне он не участвовал непосредственно, был в эвакуации в Чистополе. Но вот вы видите на фотографии, что в составе писательской бригады выезжал на передовые позиции. После военные годы он пишет последнюю книгу, которая была издана, и после нее не появилось ни одного произведения Бориса Леонидовича Пастернака. «Избранные стихи и поэмы». Вот здесь, в этой книге, Пастернак заявил о том, что он пришел к своей жизненной концепции. Самое главное – это спокойствие, умиротворенность и творчество, то, что приносит ему удовлетворение, радость и удовольствие. Настоящий скандал и настоящая травля разразились, когда в 1957 году, когда в Италии за границей, а не в Советском Союзе, вышел его замечательный роман «Доктор Живаго». А через год, в 1958 году, Шведская Королевская Академия присудила звание лауреата Нобелевской премии Борису Леонидовичу. Выехать он не смог, потому что началась такая достойная травля с помощью Николая Бухарина и Никиты Хрущева, что действительно пришлось оставить мечты и надежды. Пастернак вынужден был публично признаться о том, что он отказывается от получения этой премии. Для него это была трагедия, потому что мировое признание стоило большого уважения. Но советская страна не приняла такую позицию своего писателя. И поэтому ровно в 1958 году он пишет стихотворение «Нобелевская премия», в которой задается странным вопросом. «Что же сделал я за пакость? Я – убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над судьбой страны своей». Не было ответа на этот вопрос. Пастернак не получит Нобелевскую премию. В 1988 году ее вручат в Стукгольме сыну. Пастернак остается в стране и продолжает творить. Он будет жить до 1960 года в полной изоляции в Переделкино, но подарит нам еще большое количество прекрасных вирических произведений. В течение жизни этого поэта сформировалась его определенная мировоззренческая концепция. Она связана с христианскими мотивами, она связана с тем, что дорого каждому из нас с вами. Пастернак утверждал нерасторжимое единство человека и природы, то, что мы увидим в его стихотворениях. Он говорил о том, что человек должен быть един со Вселенной, и только тогда он будет жить в гармонии. Пастернак был твердо уверен, что каждая личность на земле самоценна. И, конечно же, бессмертие творчества – его любимая тема, о которой он много писал. Я предлагаю вам обратить внимание на одно из первых очень ранних стихотворений Бориса Венедовича Пастернака, которое пережило три редакции. «Февраль достай чернил и плакать, писать о феврале на взрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за шесть гривен через благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумней чернил и слез». Вот такая, на первый взгляд, нехорошая погода, нехорошее природное состояние вызывают творческий процесс у Бориса Пастернака. Последние две строчки. И чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыд. Тонкая лиричная натура Пастернака улавливала любое движение природы, и это находило отражение в его изумительных музыкальных философских стихотворениях. Предлагаю вам посмотреть еще на одно стихотворение – «Определение поэзии». Первая часть содержит анафору «Едино началие». Посмотрите, пожалуйста, как интересно построил Пастернак это стихотворение. «Это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь леденящая лист, это двух соловьев поединок». Если провести небольшой эксперимент и поставить вместо указательного местоимения это слово «поэзия», потому что стихотворение называется «Определение поэзии», у нас получится с вами вот та гармония, которой и наслаждался Борис Леонидович. «Поэзия – это круто налившийся свист, поэзия – это щелканье сдавленных льдинок» и так далее. То есть гармонию человек ощущает только тогда, когда он живет в единстве с окружающей природой. Говорить о стихотворениях Пастернака всегда очень сложно, потому что они философские, и невозможно отличить и разделить темы любви от темы поэзии, от темы природы. Все взаимосвязано у этого поэта. Посмотрите, пожалуйста, одно из любимых мое стихотворение «Плачущий сад». Оно, как и многие стихотворения, метафоричное. Написано оно после неудавшихся романтических отношений с первой девушкой, завоевавшей сердце молодого Пастернака в Марбурге. Это была Ида Высоцкая, которая не ответила ему взаимностью. И рождается вот такое красивое стихотворение «Плачущий сад». Первая четверостишая достойна великолепной картины любого русского художника. «Ужасный капнет и вслушается, все ли один он на свете, мнет ветку в окне, как кружевцы, или есть свидетель». Большая часть стихотворения – описание «Плачущего сада». Это мы с вами понимаем, что идет дождь, что листья по листьям стекают, слезы дождя, а где-то в глубине этого сада удивительная пара, которая переживает минуты влюбленности и тревожного волнения. Если говорить о следующих стихотворениях, наверняка этот романс вы слышали, «Никого не будет в доме». Стихотворение вы учили в седьмом классе. Романс этот достаточно известен, и он тоже, стихотворение, очень метафорично. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин». Любое стихотворение Пастернака, какое бы мы не считали с вами, мелодично. Оно действительно отличается звукописью и глубоким философским содержанием. Большая тема в творчестве Пастернака, о которой, конечно, нужно говорить отдельно, но для того, чтобы вывести домашнее задание, предлагаю обратить внимание и на вот эти стихотворения. Творчеством Пастернак жил. Он был талантливым поэтом, талантливым переводчиком, талантливым писателем. Он писал о том, что ощущал сам. По иронии судьбы, в 1946 году Борис Леонидович Пастернак заканчивает переводить Шекспира. И он пишет стихотворение «Гамлет». Оно философское и связано с именем английского героя не только названием, а и той позицией, которую часто мы с вами вынуждены занять. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Каждый из нас решает это в течение своей жизни и принимает однозначные, неоднозначные ответы. Как будто предсказывая свою судьбу, Пастернак в этом стихотворении пишет «Гол затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку». В 1946 году еще были только предпосылки того, что случится с этим талантливым поэтом. Но он чувствовал их, говоря, что настоящая поэзия прозорлива. И это предчувствие было у Пастернака. Одно из любимых моих стихотворений, которые наверняка вы уже слышали и знаете. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Поэтическая и жизненная креда великого поэта, Которую, наверное, хорошо было бы каждому из нас с вами принять. Во всем мне хочется дойти до самой сути – это принцип жизни Пастернака. Один из известных исследователей его творчества, Асмус, утверждал, что Пастернак терпеть не мог половинчатости в своей жизни. Ночь. Вы помните прекрасное четверостише? Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену. Пастернак спешил жить, спешил творить, спешил наслаждаться тем, что он создавал. Нобелевская премия – стихотворение трагическое, о котором мы с вами говорили. Но судьба Нобелевского лауреата для России того времени была достаточно типичной. Вы хорошо это знаете, потому что знакомитесь с этим периодом развития нашей страны на уроках истории. Жизнь и биография Бориса Леонидовича Пастернака насыщена очень большими, сложными событиями. Она была очень сложной, интересной. И нужно говорить, что поучительной во многих отношениях. Несмотря на все жизненные тяготы, на все неприятности, на все заботы и хлопоты, неурядицы в личной жизни, в семейной жизни, Пастернак всегда был с гордо поднятой головой настоящего русского поэта. Вы помните цитату Марины Ивановны Цветаевой? «Поэт похож на комету, и его дорога – это путь кометы». Так вот ярко на небосводе русской классической поэзии блеснул Борис Леонидович Пастернак. На предпоследнем слайде вы видите фрагменты стихотворения, о котором я уже сказала. Половинчатости в жизни Пастернака не было. Все, за что он брался, он доводил до конца. Но вот эти строчки, которые можно вынести в качестве эпиграфа, в качестве завершения нашего с вами разговора, мы, наверное, прочитаем еще раз, но уже с другой точки зрения. «Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины». Еще один поэтический постулат великого русского поэта, ставшего лауреатом Нобелевской премии. Я предлагаю вам посмотреть на последний слайд «Домашние задания». Безусловно, та информация, которую вы услышали от меня, не может быть всеобъемлющей. И я вас уверяю, для того, чтобы познакомиться с творчеством любого автора, лучше, конечно, изучить его биографию самостоятельно. Поэтому первое задание – составьте хронологическую таблицу жизни и творчества Бориса Пастернака. Выберите одно из стихотворений, указанных на слайде. Тема творчества. Выучите наизусть. Я вас уверяю, дорогие одиннадцатиклассники, если вы выполните домашнее задание и выучите стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака, а лучше, конечно же, два, не только эта информация вам поможет справиться с 26-м заданием Единого государственного экзамена по русскому языку, но и пронести эти знания сквозь всю вашу жизнь для того, чтобы потом поделиться со своими детьми. Я вам очень благодарна. До свидания. До следующей встречи. Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники. Сегодня мы с вами изучаем тему «Объем шара и его частей». Александр Сергеевич Пушкин сказал, что вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии. Поэтому желаю вам вдохновения при решении геометрических задач. Сегодня мы с вами повторим понятие сферы, шара, шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя. Научимся применять формулы для вычисления объема шара, его частей и площади сферы при решении задач. Так что же такое шар и что такое сфера? Давайте вспомним. Сфера – это поверхность, которая состоит из всех точек пространства, находящихся на заданном расстоянии R от данной точки О. О – это центр сферы или шара. Примером сферы может служить мяч, пустой внутри. Шар – это множество точек пространства, находящихся на расстоянии не большим R от данной точки О. Примером шара можно считать арбуз. Давайте вспомним, как вычислить объем шара и площадь сферы. Если R – радиус сферы и шара, то площадь сферы вычисляется по формуле 4πr в квадрате, а объем шара – 4 третьих πr в кубе. Перейдем к частям шара. Рассмотрим шаровой сегмент. Шаровой сегмент – это часть шара, отсекаемая от него какой-нибудь плоскостью. На рисунке секущая плоскость альфа, проходящая через точку B, разделяет шар на два шаровых сегмента. Круг, получившийся при сечении, называется основанием этих сегментов, а отрезки А, В и В, С являются высотами соответствующих шаровых сегментов. Если R – это радиус шара, то вычислить объем шарового сегмента можно по формуле πr в квадрате умножить на разность радиуса и третьей части высоты. Рассмотрим шаровой слой. Это часть шара, заключенная между двумя параллельными секущими плоскостями. Объем шарового слоя вычисляется как разность объемов двух шаровых сегментов. Например, на нашем рисунке мы можем вычислить объем шарового слоя в виде разности объема сегмента с высотой АС и сегмента с высотой АВ. По данной формуле мы можем вычислять объем шарового слоя. Следующая часть шара – это шаровой сектор. Это тело, полученное вращением кругового сектора с углом меньшим 90 градусов вокруг прямой, содержащей один из ограничивающих круговой сектор радиусов. Шаровой сектор состоит из шарового сегмента и конуса. Если r – это радиус шара, то объем шарового сегмента мы можем вычислить по формуле 2 третьих πr в квадрате умножить на высоту. Рассмотрим задачу. Подобные задачи мы можем встретить в открытом банке заданий ЕГЭ. Диаметр Луны составляет приблизительно четвертую часть диаметра Земли. Сравните объем Луны и Земли, считая их шарами. Вспомним формулу объема шара. Значит, можно записать объем Земли в виде формулы 4 третьих π радиус Земли в кубе. Также мы можем записать объем Луны в виде выражения 4 третьих π радиус Луны в кубе. Из условий задачи нам было ясно, что диаметр Земли состоит из 4 диаметров Луны. Следовательно, и радиус Земли состоит из 4 радиусов Луны. Выразив радиус Луны из последнего выражения, получим, что радиус Луны равен радиусу Земли, деленному на 4. Дальше подставим выражение, полученное выше, в формулу объема Луны. 4 третьих π радиус Земли разделить на 4 в кубе. Сократив четверки, упростив данное выражение, мы получим 1,48π радиус Земли в кубе. Теперь мы с вами можем найти отношение объема Земли к объему Луны. Расделим выражение, соответствующее объему Земли, на выражение, которое соответствует объему Луны. Дробь сокращается, и получается ответ 64. Следовательно, объем Земли в 64 раза больше объема Луны. Не забываем записывать ответ. Следующая задача. Круговой сектор с углом 30 градусов и радиусом R вращается вокруг одного из ограничивающих его радиусов, найдите объем получившегося шарового сектора. Мы с вами уже знаем, что шаровой сектор состоит из шарового сегмента и конуса. Но для упрощения мы данный шаровой сектор изобразим схематически на рисунке. Теперь можем приступать к решению. По условию угол АОЦ равен 30 градусов. Следовательно, угол АОБ равен 60 градусов. Теперь рассмотрим треугольник АОБ на нашем рисунке. Мы знаем, что АО и ОБ являются радиусами для нашего шара. Следовательно, они равны R. Угол АОБ равен 60. Значит, можем сделать вывод, что треугольник АОБ правильный. Теперь рассмотрим отрезок СД. Этот отрезок соответствует высоте шарового сегмента, который соответствует нашему сектору. Его мы можем найти, если вычтем из отрезка ОЦ отрезок ОД. Отрезок ОЦ равен радиусу нашего шара, а отрезок ОД является высотой правильного треугольника. Поэтому он равен корень из трех на два умножить на R. Вычитаем из R корень из трех на два умножить на R. Выносим R за скобки. В скобочках остается один минус корень из трех на два. Теперь можем приступать к вычислению объема. Подставляем формулу объема шарового сектора, которую мы уже вспоминали сегодня. 2 третих πr в квадрате умножить на высоту равно 2 третих πr в квадрате умножить. И вместо высоты подставляем выражение, полученное выше. Упрощаем данное выражение. R в квадрате умножаем на R. Сокращаем двойки и получаем выражение 1 третие πr в кубе умножить на разность двойки и корни из трех. Данное выражение является объемом нашего шарового сектора. Не забываем записывать ответ. Следующая задача. Сколько кубометров земли потребуется для устройства клумбы, имеющей форму шарового сегмента с радиусом основания 5 метров и высотой 60 сантиметров. Рассмотрим данную клумбу на схеме. Радиус основания нашего шарового сегмента 5 метров, высота 60 сантиметров. Не забываем сразу перевести высоту в метры. Будет 0,6 метров. И вспомним формулу объема шарового сегмента. πh в квадрате умножить на разность радиуса и 1 третий высоты. Теперь посмотрим на новую схему. И на ней рассмотрим прямоугольный треугольник. А, О, Б. Пусть О, Б будет х метров. Тогда О, А будет х минус 0,6 метров. А, Б по условию задачи 5 метров. Мы можем по теореме Пифагора составить уравнение. х в квадрате равно х минус 0,6 в квадрате плюс 25. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Решаем данное уравнение. Раскрываем квадрат разности. Переносим все слагаемые, неизвестные влево, известные вправо. И находим х. Х у нас получается равным 21,2,15. Следовательно, радиус нашего шара 21,2 метра. Приступаем к нахождению объема. Подставляем радиус в формулу объема шарового сегмента. Объем равен π h в квадрате умножить на разницу радиуса и 1 третий h. Подставляем найденный радиус и значение высоты. При упрощении данного выражения мы с вами получим 7,536 умножить на π. Но так как нам нужно узнать количество кубометров Земли, то нам нужно найти примерное значение. Вместо числа π подставляем 3,14 и получаем примерно 23,66 кубических метров, что является нашим ответом. Ребята, домашним заданием к сегодняшнему уроку будет повторение теории по данной теме и решение задач по геометрии, связанных с объемом из открытого банка заданий ФИПИ. На этом наш урок закончен. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте, уважаемые ученики 11 класса. Я рада встрече с вами на нашем уроке. Мы с вами продолжаем изучать тему, которая называется атомная энергетика. Вы уже познакомились с составом атомного ядра. Вы учили такое понятие, как ядерная реакция и термоядерная реакция. Сегодня наша с вами задача применить полученные знания к теме, которая называется применение ядерной энергии и биологическое действие радиоактивных излучений. Что же собой представляет ядерная энергия? Ядерная энергия – это энергия, содержащаяся в атомных ядерах и выделяемая при ядерных реакциях. Еще Резерфорд считал, что ядерную энергию невозможно будет использовать в огромных масштабах. И ученые до 40-х годов прошлого века с ним были абсолютно согласны. Мы сейчас с вами знаем, что ядерная энергия используется в различных аспектах нашей жизни. Это и медицина, и космические аппараты, и морская техника, атомные электростанции, авиационная техника и ядерное оружие. Давайте немного подробнее остановимся на аспектах каждого из этих применений. Итак, медицина. Где используется в медицине ядерная энергетика? Я думаю, что каждый из вас знает, что это, как правило, аппаратура, которая позволяет исследовать организм человека с различной точки зрения, конечно же. И это оборудование, которое позволяет лечить раковые опухоли. Ядерная энергетика в космосе нашла свое применение в том, что используются двигатели для различных космических аппаратов. Ядерная энергия в промышленности. Ядерная энергия, применение которой в химической промышленности, позволяет получать новые химические элементы, помогает воссоздать процессы, которые происходят в земной коре. Ядерная энергия используется для опреснения морской воды. В сельском хозяйстве ядерная энергия используется для того, чтобы получить новые семена, для того, чтобы обезопасить пассивы от различных насекомых и болезней. Итак, ну чаще всего мы с ядерной энергией встречаемся в атомных электростанциях. Атомная электростанция – это в первую очередь ядерный реактор. Что такое ядерный реактор? Ядерный реактор – это устройство, которое предназначено для осуществления управляемой ядерной реакцией. Существуют различные типы. Итак, типы ядерных реакций. С точки зрения их применения. Первое – это исследовательские, которые применяются в научных целях. Дальше – энергетические, я думаю, это всем нам известные атомные электростанции, которые позволяют атомную энергию перерабатывать в электрическую. Дальше – это воспроизводящие. Так как атомная энергия, энергия довольно-таки востребовательная, необходимы ядерные реакторы, которые позволяют перерабатывать уран-238 в уран-223. Дальше – теплофикационные. Это те ядерные реакторы, которые используют промышленность для создания тепловых трасс. Конечно же, транспортные, о которых мы говорили предварительно. Транспортные ядерные реакторы используются, как правило, для подводных лодок и больших ледоходных кораблей. И ядерные реакции, которые используют для получения различных изотопов. Существует мнение о том, что атомные электростанции наносят большой вред окружающей среде. Если мы с вами сравним их с тепловыми электростанциями, на самом деле это окажется не так. Да, действительно, во время работы атомной электростанции в окружающую среду проникают радиоактивные нуклоны. Но эти нуклоны, попадая в природу, быстро распадаются. А вот если мы рассмотрим работу теплой электростанции, мы с вами увидим, что в топливе, которое применяется в теплой электростанции, в угле, существуют радиоактивные элементы. И при сгорании этого топлива они попадают в атмосферу, в которой находятся довольно долго, и выпадают в виде радиоактивных осадков. Поэтому, конечно же, у нас возникает несколько вопросов, связанных ядерной энергетикой, касающиеся именно безопасности жизни на Земле. Итак, недостатки ядерной энергетики – это распространение ядерного оружия, радиоактивные отходы, которые до сих пор не смогли научиться утилизировать, и, конечно же, возможность аварий, которые вызывают критические ситуации. Вот об этих критических ситуациях мы повторим с вами во втором вопросе нашего урока – это биологическое действие ядерной энергии. Итак, для того, чтобы мы с вами рассмотрели этот вопрос, нам нужно выяснить, в чем же характеризуется биологическое действие ядерных излучений. Итак, первая физическая величина, которую мы сегодня с вами рассмотрим – это поглощенная доза излучения. Что же это за физическая величина? Она характеризует количество энергии, которое тело принимает, да, количество энергии, которое тело принимает, деленное на массу данного тела. Единица измерения данной физической величины – это Грей, но до этого данная физическая величина обозначалась радами, поэтому и приборы, которые мы с вами позволяем измерять излучение, называются радиометры. Следующая физическая величина, которая нам необходима – это экспозиционная доза. Это величина, равная отношению суммарного заряда ионов, одинакового знака, который образовался в некотором объеме вещества к массе этого объема. Единицы измерения экспозиционной дозы – это кулон, деленный на килограмм. Следующая физическая величина, с которой мы должны с вами столкнуться – это мощность излучения. Да, что такое мощность, мы все с вами знаем. Это быстрота выполнения работы. Мощность излучения – это величина, равная отношению поглощенной дозы к промежутку времени, за которую это поглощение произошло. Единица измерения мощности – это Грей, деленный на секунду. Давайте с вами рассмотрим действительно, какие же биологические действия оказывают различные виды излучения на наш организм. Так как у нас три вида излучения, с которыми мы с вами знакомились на предыдущих уроках, мы начнем с вами с альфа-излучения. Итак, альфа-излучение оказывает действие на организм человека в виде ожогов, эффекта ожога. Так как альфа-излучение теряет энергию в процессе передачи, то проникает она всего внутрь организма на несколько микронов. Бета-излучение уже обладает большей скоростью, обладает маленькими размерами, поэтому бета-излучение может проникать в организм человека на несколько сантиметров. Ну и, конечно же, гамма-излучение. Гамма-излучение обладает огромной проникающей способностью, которая может насквозь пронзить человека. Итак, следующая тогда физическая вершина, которая нам необходима для изучения биологического действия, это коэффициент качества. Коэффициент качества показывает, во сколько раз радиационная опасность от воздействия на живой организм данного вида излучения больше, чем от воздействия гамма-излучения. Принято считать, что коэффициент качества для гамма- и бета-излучения равен единице. Для альфа-излучения коэффициент качества, как вы уже видите, равен 20. Следующая физическая вершина – это эквивалентная доза излучения. Это величина, определяющая воздействие излучения на организм и равная произведению поглощенной дозы на коэффициент качества. Единица измерения – зивер. Итак, что же происходит в организме человека, когда он поддается излучению? Приблизительно 70% человеческого организма составляет вода. И именно вода поддается воздействию ионизированного излучения. Даже слабое, но постоянное внешнее облучение способно нанести непоправимый вред для здоровья живого организма. Через несколько дней под таким излучением можно обнаружить изменение клеток. Наибольшую опасность представляет собой внутреннее излучение, которое возникает внутри живого организма в результате попадания в организм радиоактивных элементов. Какие болезни могут возникнуть и вообще какой радиоактивный эффект мы с вами можем наблюдать в данной ситуации? Их всего два вида – соматические и генетические. К соматическим относятся те эффекты, которые мы будем наблюдать в течение жизни биологического существа. Это лучевая болезнь, лучевые ожоги, это лейкоз или лейкемия, и, конечно же, раковые опухоли. Следующие эффекты – это генетические. Вот здесь появится очень большая опасность, потому что генетические эффекты – это генные мутации, хромосомные мутации. Невозможно предугадать, в каком поколении они проявятся. И от этого воздействия на наш организм, от этого эффекта воздействия на наш организм может страдать не только наше поколение, но и поколение наших детей и наших внуков. Теперь давайте рассмотрим различные дозы облучения на человеческий организм. Чем они для нас опасны? Итак, поглощенная доза до 0,002 – доза, естественно, облучения за год. Мы с вами знаем, что в природе существуют не только искусственные излучители ядерной энергии, но и, конечно же, природные. К ним относятся, в первую очередь, наше Солнце, которое постоянно излучает энергию. Спасибо нашей атмосфере, которая нас защищает от больших излучений. К ним относится наша Земля, на которой мы с вами живем, потому что в недрах нашей Земли находятся богатые запасы радиоактивных веществ. Но в этом радиоактивном мы проживаем постоянно, мы к нему привыкли, и он небольшой не насносит вреда нашему организму. Следующая более уже опасная доза – это 0,25 Грея. Это опасная зона риска в чрезвычайных ситуациях, но это уже приближает на зоне риска облучения. Следующий результат – это 1,3 – доза возникновения острой лучевой болезни. Следующая – 3,6 – это критическое состояние, требуется немедленное лечение. И более 100 Грея – это смертельная доза. Хотелось бы обратить внимание, что последние три пункта требуют уже в любом случае вмешательства врачей. А как же защититься от всего этого воздействия на человеческий организм? Это и будет, ребята, вашим домашним заданием. В параграфе номер 111 священникова Мякишева прочитайте, пожалуйста, и ответьте на вопрос, как возможно защитить человеческий организм от вредных излучений. Спасибо, взглянем внимание. Урок закончен. Редактор субтитров А.Семкин